всем привет сегодня как я обещал вам ранее расскажу про sirius 81 блок как его оживить после того как кто-то по своему собственному незнанию стирает ошибки на используя не лексию а в таком bosch либо другой какой-то мультисканер не предназначены для стирания ошибок для диагностики peugeot это вот допустим 406 но еще много машин где стоит хп и значит блок управления двигателем мозги собственно говоря что из себя представляют мозги вот такой вот двойной бутерброд вот здесь вот стояла микросхемка флэш я ее уже поднял аккуратненько вот очень аккуратно поднимаете используя такой вот чудный набор легко плавкого припоя наносим его по чуть-чуть на саму микросхемку и по чуть-чуть по чуть-чуть быстренько прогреваем то есть он плавится у нас при температуре менее 100 градусов там по-моему в районе 85 или 95 что-то такое и поэтому довольно быстро снимается для того чтобы плата у нас как видите сделано из такой вот как пленочка легкоплавкой очень если обычной температурой греть паяльной станции либо как-то еще то в общем то эта пленочка любит сворачиваться в трубочку поэтому очень аккуратно смотрите ну что ж микросхему флэш я уже поднял будем делать дальше использовать будем программатор у меня под наш великий у не прокон же wizard и же с ним есть вот такой вот замечательный переходник переходник такой чудный под эту микросхему не только комплект кстати где я купил будет находиться внизу по ссылочке под видео для других программаторов к сожалению этот комплект не подходит поэтому поэтому ну не знаю смотреть сами ну я эту микросхему использую да также имейте ввиду что если вы учитываете лишь нить по bd2 через диагностический разъем прошивка не подходит для прошивки через сам программатор через подъем микросхемы поэтому если в общем то есть у вас прошивка скачена одним способом другим способом его не заливайте только тем как она у вас была скачена ну что ж приступим дальше к чтению прошивочки ну что ж запускаем нашу программку запускаем нашу программку где же наш программатора вот он только что его переставил семерочку под windows выбираем эту микросхему соб 44 и говорим ей прочитать вот вид адаптера наш адаптер проверяем что первый пин совпадал направление надпись здесь сюда и версия с нулевой версии говорю сразу не работает вот пойди он сразу определил его чтение закончена вот наша прошивочка скачала сделаем backup берем готовую прошивку у меня она в запасе есть вычитанная из рабочего блока вот у нас как размещена микросхемка мы не доставали и говорим записаться вот вид адаптера все то же самое остается говорим записаться идет запись начало очистка потом запись и обязательно потом сверка все хорошо но да вам совет всегда доставайте ставьте на место ну то есть снимаете подавайте питание и делайте обязательно еще раз сверку чик сверка а иди тоже увидела нормально сверка окончена теперь можно запаивать на место микросхему когда она уже исправленная но и запаиваем микросхему на место вот в общем то как она должна выглядеть как новенькая как завода и даже круче после того как вы проделали эту работу блок управления двигателя необходимо привязать а новый к автомобилю что для этого понадобится для этого в первую очередь выделите из машинки пин-код разобрав блок бы с и если вам интересно как это сделать я напишу также сниму видео пишите внизу под видео если когда у вас есть интерес кроме того заходим в лексию выбираем обновление блока управления двигателя прошивку блок само собой прошивается обновляется после этой работы и имеем по новый блок управления который у нас привязывается к машинке собственно вот и вся процедурка если вам видео показалось интересным подписывайтесь на наш канал ставьте лайк внизу под видео также можете нас облагодарить с финансовой точки зрения там указан наши кошельки внизу также пишите под видео ремонт или восстановление каких блоков управления вы бы хотели увидеть на нашем канале до скорых встреч пока пока